Если правильно приготовить чай и потреблять его в надлежащем порядке, он может принести исключительную пользу. Чашка чая точно не повредит в любое время суток. Некоторые специалисты уверяют, что чай содержит меньше кофеина, чем кофе и энергетические напитки. В среднем на каждые 100 миллиграмм чая содержится 11 миллиграммов кофеина. По сравнению с кофе это на 40 миллиграммов меньше. Если выпить имбирный чай после завтрака и обеда, то это поможет пищеварению. А еще черный чай заметно снижает ущерб от курения. И это несомненно хорошая новость и повод лишний раз выпить чашечку ароматного чая в кругу хороших друзей или близких. У нас утро со вкусом. Выпьем чашечку горячего чая с полезным завтраком. Во Франции знают толк во вкусной пище. Вам нужно просто приготовить это блюдо и вы убедитесь в этом сами. По нашему рецепту у вас получится разноцветное желе, как зебра. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Желатин 25 граммов, молоко или сливки 100 граммов, творог 400 граммов, столько же сметаны, сахар 6-8 столовых ложек и какао 4 чайных ложки. Пакетик желатина высыпать в миску и залить его молоком или сливками. Когда желатин разбухнет 30-40 минут, расставливать его на водяной бане. Кипятить желатин нельзя. Творог, можете размять вилкой. Если вы хотите однородную массу, протрите его через сито или измельчите в блендере. Добавить сахар и сметану. Хорошо перемешать. Влить в творожную массу желатин и опять тщательно перемешать. Разделить готовую массу на две миски. Одну оставить белой. В другую миску с творожной массой добавить какао и размешать, пока не получится масса коричневого цвета. Если у вас есть формочки для желе, получатся великолепные порционные желейки. Если же нет, не расстраивайтесь. Можно вылить нашу массу в одну посуду. Потом останется только разрезать желе на кусочки. Выкладывайте желе в формочки поочередно столовой ложкой разного цвета. Когда желе застынет, извлеките его из формочек и полейте шоколадной глазурью и обсыпьте кокосовой стружкой. Приятного аппетита!